Здравствуйте! Вы смотрите программу «Законодатели». После небольшого летнего перерыва мы продолжаем освещать работу депутатов Госсовета. Первая осенняя сессия началась с рассмотрения 16 законопроектов, большая часть которых имела социальную значимость. В первой осенней сессии принял участие Олег Николаев. Он особо обратил внимание, что в основе совместной работы депутатского корпуса и правительства республики будет лежать реализация стратегии социально-экономического развития Чувашии. Таким образом, наметим конкретные планы и инвестиционного развития Чувашии республики, прежде всего, строительство социально-культурных объектов, объектов социально-культурного значения здравоохранения, образования, культуры. Ну и, конечно же, произведение на этой основе государственного подхода и появление достаточно большого количества предприятий. 17 законодателей получили памятные медали столетия Чувашской автономии за весомый вклад в социально-экономическую деятельность республики. Депутаты рассмотрели на сессии ряд важных законопроектов. Так, парламентарии поддержали изменение величины прожиточного минимума пенсионеров на 2021 год. По сравнению с 2020 он увеличится на 0,9%. Надо сказать, что речь идет о более 21 тысяче получателей пенсии. На выплаты понадобится свыше 500 миллионов рублей. Кроме того, депутаты поддержали законопроект об увеличении государственного пособия гражданам, имеющим 5 и более детей в возрасте до 18 лет. Для этого из консолидированного бюджета Чувашии выделят дополнительно 3 миллиона 300 тысяч рублей. По словам министра труда и социальной защиты Чувашской республики Алены Елизаровой, расчет на пособия будут выплачиваться на 5200 детей. И в продолжении темы депутаты Госсовета Чувашии подготовили обращение к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой об установлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. Вячеслав Рафинов напомнил, что единовременные выплаты из федерального бюджета в размере 10 тысяч рублей получили семьи, где растут дети в возрасте от 7 до 16 лет. В обращении парламентарии предлагают расширить возрастные рамки. Чтобы эти выплаты получали семьи и на детей до 18 лет. Я считаю это правильное обращение, потому что у нас официально дети это наши граждане до 18 лет. Суммы выплат будут зависеть от категории семьи и возраста ребенка. Также народные избранники приняли отставку уполномоченного по правам человека Надежды Прокопьевой. Со своего поста она ушла по собственному желанию. В Государственном Совете Чувашской Республики состоялось торжественное награждение победителей конкурса молодежных проектов «Мое будущее в Чувашии». Третий по счету конкурс приурочен 75-й годовщине победы Великой Отечественной войне и столетию образования Чувашской автономной области. 106 жителей из 11 муниципалитетов Республики представили более 70 творческих проектов. Круг конкурсных тем был широк. Патриотическое воспитание, образовательные программы, волонтерство, экология и многое другое. Екатерина Куракина, учитель ИЗО и технологии 55-й столичной школы, уже во второй раз представляет свои проекты на конкурс. В этом году она решила привлечь внимание к проблемам экологии. Вместе с участниками созданного ею волонтерского экоотряда «Шаг вперед» педагог создает красивые и стильные эко-сумки, проводит мастер-классы под девизом «Вторая жизнь вещей», создает мультфильмы, организует акции и многое другое. Реализовать проекты по охране окружающей среды помогает энтузиазм и выигранные гранты. В марте я подавала заявку в конкурс «Росмолодежи», это всероссийский грантовый конкурс среди физических лиц, там нам тоже улыбнулась удача, 340 тысяч. В августе начинается реализация, сейчас постепенно закупаем оборудование, в основном это ноутбук, колонки, микшеры, в общем, все для того, чтобы проводить крупные мероприятия на базе нашей школы. Номинация «Патриотизм» в этом году была актуальна как никогда. Одноклассники из 40-й столичной школы разработали проект «Чувашия в тылу». Мы создали интерактивную карту, проект интерактивной карты и квест-игру. С помощью которой мы хотим популяризовать движение среди школьников, чтобы они вспомнили о вкладе нашей республики в победу в Великой Отечественной войне. Наш проект будет создан на базе игры, в которой будет всем станции. В интерактивной карте собраны все памятные места в нашем городе. Это памятники, различные доски, мемориальные, различные здания, в которых во время Великой Отечественной войны находились какие-то важные объекты. Депутаты поблагодарили молодых людей за активную гражданскую позицию и проекты, которые имеют большой шанс стать успешными. Прекрасные проекты. Хотелось бы, чтобы на самом деле, помимо проектов, это были даже уроки в общеобразовательных школах, по поводу диагноза, экологической культуры, натуризма, физической культуры и спорта. Руководство парламента не прочь рассмотреть вопросы о поощрении победителей конкурсов в денежном варианте, тем самым материально поддержав их начинание. Государственный совет Чуваши и прокуратуры республики подписали соглашение о взаимодействии по вопросам законодательства. Как отметил руководитель надзорного ведомства Андрей Фомин, совместная работа с законодательным органом ведется уже на протяжении долгих лет, а именно с момента принятия Конституции Чувашской республики в ноябре 2000 года. Мы подписываем в юбилейный год, в этом году 20 лет, будем отмечать 20 лет нашему взаимодействию. Основная задача нашего взаимодействия это приведение законодательства Чувашской республики в полное соответствие с законодательством России. На это нацелена наша задача, поэтому мы готовы участвовать на всех этапах, на этапах разработки нормативных актов, законов, на этапе их принятия и соответственно их исполнения. Что касается взаимодействия двух ведомств, то они закреплены в нормативных актах. Так, прокурор вправе участвовать в сессиях, работе комитетов и рабочих групп, а также присутствовать на встречах с руководителями фракций. Председатель Государственного совета Чуваш Альбина Егорова дала высокую оценку совместной работе. Я бы заметила, что в последние годы очень сильно активно у нас прокурор Чувашской республики вносит свою лепту именно принятия законов. Благодаря данному взаимодействию процесс проходит очень эффективно, качественно и, конечно же, обеспечивается юридическая чистота принимаемых законов. Впереди предстоит серьезная кропотливая работа по приведению законодательства Чуваши в соответствии с изменениями, которые внесены в Конституцию Российской Федерации. Строительство любого здания начинается с проектно-сметной документации. Ошибки, обнаруженные в ходе строительных работ, должны быть устранены, а это дополнительная финансовая нагрузка для застройщика. По факту, потеря времени и денег. Как качественно подготовить проектно-сметную документацию? Ответы искали участники круглого стола, организованного комитетом Госсовета Чуваши по бюджету, финансам и налогам. В Чувашии, как и по всей России, из-за некачественной проектно-сметной документации бюджет теряет миллион рублей. Зачастую за составление важного документа берутся люди, которые не обладают достаточной квалификацией. Проблемы нехватки специалистов в области проектирования стоят очень остро. Новые кадры. Вот я сейчас буду говорить на территории Чувашской республики. Руководитель Чуваширом проекта не даст мне соврать. У нас, к сожалению, не сформировался, как говорится, пул молодых деятельных проектировщиков. Почему? Потому что, во-первых, проектный бизнес позволяет, имеет точнее возможность работать удаленно. И многие наши проектировщики, те, кто даже ушел в этом направлении, они, к сожалению, уехали за пределы. Очень большой объем пул наших проектных компаний, наших проектировщиков работает сегодня за пределами. И не связывается с объектами на территории Чувашской республики. Министр обратил внимание на тот факт, что образовательные учреждения Чувашии не готовят проектировщиков. И предложил обсудить возможность введения специализации на базе Чувашского госуниверситета. А пока контроль за качеством проектно-сметной документации планируется возложить на созданную при Минстрое республиканскую службу единого заказчика. Говорили на встрече и о 44-м федеральном законе. Он очень нуждается в доработке и корректировке, считают депутаты. Есть вещи, которые действительно можно облачить в законодательную инициативу. Много было упомянуто, и вы, наверное, слышали, что не совсем здоровая ситуация вокруг 44-го закона. Даже министр сказал, что этот закон, он просто убивает не просто сферу проектирования, она, это, собственно, ситуация распространяется и на другие отрасли, в том числе, когда разыграются и подряды. Поэтому есть вещи, которые не требуют внесения изменений в законодательство, а есть вещи, которые действительно нужно инициировать и выходить уже на федеральный уровень. Особое внимание было уделено БИМ-технологиям, проще говоря, информационному моделированию строительства, благодаря чему можно проследить весь жизненный цикл здания от его разработки на бумаге до строительства и эксплуатации. Данная технология позволит сэкономить немалые средства. Если 2-3 года назад это действительно было модное слово, это модный тренд, то на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что это необходимость. И уже на федеральном уровне установлено, что 2023-2024 год – это период, когда документация на госэкспертизу будет приниматься, как минимум по бюджетным объектам, только с использованием БИМ-технологий. Эта тема, она, понимаете, длинная реализация во времени, поэтому чем раньше мы начнем ее осваивать и внедрять, тем мы быстрее придем к решению той проблемы, которая сегодня поднималась на круглом столе. Мы искали все узкие места, сегодня вот эти 2 часа, я думаю, потратили очень продуктивно. Есть необходимость, наверное, внесения каких-то изменений с точки зрения улучшения качества проектной смертной документации и самые главные результаты – выделение бюджетных денег, освоение, и чтобы не было у нас дополнительных ассигнований каких-то из-за некачественной проектной смертной документации. Если мы сейчас сконцентрируем все это дело, кадры будем готовить, если бизнес прислушается к этому, то результат будет обязательно положительный. По итогам встречи будут выработаны рекомендации, в основу которых ляжет дорожная карта и опыт регионов ПФО. В Подмосковном Солнечногорске состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лидера России-2020» флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Именно 106 победителей уже известны. Среди них и депутат Государственного совета, главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов. Скажите, гордитесь успешным прохождением всех испытаний? И ожидания ваши оправдались? Спасибо большое за поздравления. Конечно, для меня это, с одной стороны, неожиданность, с другой стороны, достижение, которое, наверное, чем-то обоснованное и возможность себя проявить. Она стала для меня в этой ситуации крайне приятной. Свои компетенции, свои знания, свой опыт я постарался максимально применить к этому конкурсу. Ну и, соответственно, результат, наверное, показывает то, что мы в нашей республике, занимаясь организационной работой, участвуя в общественной жизни, являясь депутатом Государственного совета, достойно представляем все эти позиции. Трек «Зравоохранение» в этом году впервые. И для меня это было очень приятным дополнением в части мотивации для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. И понимая, что изначально на этот трек было подано более 10 тысяч заявок, конечно, были такие очень здоровые амбиции для того, чтобы в этом конкурсе не только поучаствовать, но и победить. Это правда. Хорошо. Вот всех победителей, конечно, ждет карьерный рост. Нельзя это скрывать. И, кроме того, в свою очередь, все суперфиналисты получают грант в размере одного миллиона рублей. Вот вы уже решили, на что вы его потратите, какие проекты будут реализованы, как по депутатской линии, так и по линии здравоохранения? Ну, учитывая тот факт, что я прошел достаточно большое количество дополнительных, так сказать, ступеней образования после завершения основного своего медицинского образования. Это и аспирантура сначала была, и в дальнейшем это, значит, обучение по программам переподготовки в части менеджмента в здравоохранении. В последующем я закончил магистратуру по экономике. Соответственно, учитывая, опять же, сегодняшний свой статус депутата и большой объем общественной работы, работы с государственными органами власти, я решил, что в следующей ступени должно быть обучение в части повышения компетенций в госуправлении. Поэтому выбрал для себя обучение в Российском институте народного хозяйства при президенте Российской Федерации по программе профессиональной переподготовки в части управленческого, так сказать, государственного управления и повышения управленческих компетенций. А став победителем, узнав об этом, кому в первую очередь вы позвонили и рассказали? Вы знаете, я даже скажу честно, быстрее информация появилась в СМИ и даже получил поздравления быстрее, чем успел кого-то, так сказать, об этом повестить, потому что по мере, так сказать, появления информации, так сказать, презентации ее нам, непосредственно на конкурсе, все это транслировалось по телевидению, в прямом эфире в том числе. Поздравили коллеги, поздравили, так сказать, люди, которые смотрели телевидение. Это, может быть, были не самые близкие люди, не родители, но в любом случае это были мои, так сказать, товарищи по жизни, по работе. Конечно же, потом присоединились родители, присоединились мои близкие друзья, коллеги по работе. И весь вечер, фактически, это было вечером поздравлений и осмысления той победы, которая состоялась. Я очень рад этому. Спасибо, еще раз вас поздравляем. Спасибо за интервью. Спасибо. Посмотрели программу «Законодатели». Я, Анжелика Григорьева, говорю всем до свидания. Увидимся в октябре. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»